Особое мнение на 101FM Пожалуйста, пишите, и мы будем следить в процессе эфира. Если вопросы появятся, если они будут интересными, мы будем их задавать. Ну, а я с Алексеем начну, пожалуй, с темы, ну, такой достаточно интересной темы последних дней, которая обсуждается широко, в том числе в социальных сетях. Это тема интервью, недавнего интервью Никиты Белых, бывшего губернатора Кировской области, газете РБК, портал РБК. Да, собственно, вот журналисты съездили непосредственно в колонию в селе Кликотки Рязанского района. И там такой, ну, на Ютьюбе это все размещено, можно найти более 40-минутный файл, по-моему, да, такой, ну, не знаю, как это сказать-то. Фактически такая беседа там, да, и прогулка, все в одном лице, и Никита Юрьевич отвечает на вопросы журналиста. У меня, Алексей, к вам вот какой вопрос. Появление этого интервью именно сейчас некоторые, как я слышала, эксперты связывают с началом президентской кампании. Говорят, что там были сказаны не самые лицеприятные слова, там, в адрес Дмитрия Медведева, например, да, который Никита Юрьевича в свое время рекомендовал на губернатора Кировской области. Никита Белых сказал, что Медведев не пытался за него заступаться и вообще ни за кого не заступается, да. И вот некоторые ставят некий, там, я не знаю, знак равенства между вот этими словами и тем, что там в отношении Дмитрия Медведева может быть принято какое-то решение. Такая федеральная какая-то повестка, очень сложная для меня. Ну, вы так аккуратно высказываетесь по этой теме, потому что действительно уже на слуху у многих так называемый трансфер власти. Такое модное современное слово, которое говорит о том, что в ближайшем будущем, возможно, какие-то серьезные политические перемены на федеральной политической повестке. И появление этого интервью, какие-то другие информационные поводы с другими людьми, статусными людьми, бывшими статусными людьми. Ну, мне кажется, все равно в какую-то общую конву это все попадает. Против кого играют, это серьезный вопрос и достаточно сложный вопрос. Я бы не сказал, что это интервью нацелено исключительно на партию Медведева, имеется в виду не его политическую партию, а на партию тех людей, которые идут в команде с этим политиком. Но камень в тот огород, в ту башню Кремля, я думаю, в том числе был кинут. А это было намеренно или это просто так трактуют сейчас? Ну, мне кажется, дыма без огня не бывает. Никита Белых занимал серьезные позиции с точки зрения федеральных политиков. В свое время он был гораздо серьезнее, не читая нынешних политических руководителей, в том числе и в регионах, и в губернаторах современных, которые мало имеют политического опыта. Никита Белых все-таки был и депутатом ЗАГС Собрания Пермского края и возглавлял одну из крупнейших политических партий. И оппозиционных партий. Поэтому его политические амбиции, его политическое место было высоко. И поэтому все, что говорит этот человек, нужно относиться с пониманием к его словам. И понимать, что все-таки человек имеет большой доступ к информации, имел большой доступ к информации. Ну, и, наверное, она к нему каким-то образом все-таки стекается. До сих пор протекает. До сих пор, да. Потому что мы видим периодически информационные поводы, которые появляются. Это и приезд достаточно известных персон, типа Сергея Шаргунова в ту же самую колонию. И, видимо, все-таки и разговоры, и общение, и переписка. Вот это все, это как бы имеет место. Мне очень отрадно, что человек и не сломала та система, куда он попал, где он оказался. Что человек продолжает отстаивать свои убеждения, имеет свою точку зрения на все происходящие события. Да, сейчас у него не так много информации, не так много вообще каких-то возможностей на что-либо повлиять. Но, тем не менее, человек имеет свою точку зрения, и это отрадно. Я думаю, что рано или поздно его срок закончится, человек выйдет на свободу и продолжит заниматься общественной политической деятельностью. По крайней мере, я в это надеюсь. Я помню, да, ему задавали этот вопрос. Да, останетесь вы в России или уедете туда, где вас с большим, я не знаю, удовольствием или с большим уважением примут. И он тогда говорил, что, конечно, я бы хотела, чтобы мои знания пригодились здесь, но если не получится здесь, буду ехать туда, где нужны они. Получается так. Действительно, есть ощущение от этого интервью, что человек не сломался и начинает, и начал, и продолжает какие-то активности. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, эта колония и ее библиотека станет образцово-показательной в некотором смысле. Хорошо. Еще одна тема, которую я хотела бы затронуть, тоже связана так косвенно, да, с уголовными делами. Завершился суд, по крайней мере, тот, который вот тянулся на протяжении нескольких месяцев по делу Парка Победы. Мы видим результат. Леонида Ефаркина, завод охотничьего и рыболовного снаряжения, осудили на 6 лет лишения свободы. На ваш взгляд, Алексей, поставлена ли точка в этом вопросе, в вопросе Парка Победы, раз, и второе, считаете ли вы этот приговор и это наказание справедливым или нет? Действительно, мы несколько месяцев наблюдали за этим шоу, шоу уголовного процесса, судебного процесса, и, я думаю, многие воодушевленно обрадовались, что человека посадили на несколько с лишним лет, что злодей оказался за решеткой, но, мне кажется, не все выводы сделаны из этой ситуации, из этого дела. Я думаю, что те виновные, которые приложили руку к этому преступлению, они все равно будут еще выявляться, я думаю, будут еще уголовные дела, возможно, еще будут процессы. Поэтому не стоит выключать телевизор, не стоит выключать это шоу. Да, Алексей, а у меня вот сразу вопрос. Вы говорите, виновные к этому, причастные к этому преступлению. Вот на ваш взгляд, факт преступления все-таки был доказан судом или нет? Потому что ведь неоднозначная какая-то, получается, история. На самом деле, когда все решения по парку Победы принимались, начиная от изменения статуса вот этого участка, да, и статуса земли, собственно говоря, ее назначения, заканчивая там историей с продажей этого участка, все эти решения вроде бы были ведь юридически очень верно обставлены. То есть принималось депутатами решение, то, которое нужно было там, да, или необходимо. Были все сопутствующие документы правильно заполнены. То есть вроде как преступления-то и нет. Это какая-то иная немножко категория, этический, да, продать кусок парка Победы под строительство, и, может быть, не очень хорошо это выглядит, да. А с точки зрения закона многие говорят, что... А где преступления-то? Нет, я думаю, с точки зрения этики, безусловно, это не совсем, мягко говоря, красивая сделка, но давайте мы все-таки не будем обсуждать решения судов. Мы не обсуждаем ни в коем. Мы только можем так прокомментировать. Своё мнение высказывать. Да, своё мнение высказать. Вот я высказываю своё мнение, что с точки зрения законодательства, с точки зрения процессуальных документов, которые были там составлены, и которые все стороны, которые там были заинтересованы, подписывали. В принципе, особо, ну, как мне кажется, нарушений серьёзных не было. Действительно, все окончательные решения принимала Кировская городская дума раз и администрация города Кирова два. Какое здесь отношение имеет собственник и продавец этого участка? Ну, достаточно посредственное. И поэтому очень подозрительно, очень странно, что никто из депутатов и никто из администрации города Кирова не понёс никакого наказания, кроме как публичного выяснения, кроме как публичного появления своих фамилий в средствах массовой информации. Это первое. Как имеющих отношение к процессу передачи. Косвенели, прямо или под давлением каким-то. Но, тем не менее, мы видели только появляющиеся фамилии сотрудников городской администрации, там, руководителя, главы города Кирова, там, и так далее. Поэтому это лишь репутационные какие-то издержки этих людей. А где наказание, где административно-уголовное наказание по этим вопросам, я думаю, что всё ещё впереди. То есть что-то последует ещё, вам кажется. Что-то ещё последует, да. Поэтому, ну, мне кажется, нет смысла там в этой ситуации обсуждать решение суда, правоохранительные органы тоже не лыком шиты, они были подготовлены к этому делу. Были документы, были специально проведены действия. Поэтому, я думаю, достаточно весомые были аргументы. Давайте мы не будем забывать об одном нюансе. Почему-то никто не вспоминает слова Ефаркина, который высказывался об интересантах всего этого уголовного процесса и об интересантах, скажем так, того, чтобы его посадили за решётку. Подождите, Алексей. Он высказался о том, что он высказался о Шульгине. Да, он говорил, что Илья Вячеславович Шульгин был инициатором, и ему это зачем-то нужно. Ему зачем-то это нужно. Он высказался о представителях силовых структур, которые в том числе там возбуждали это уголовное дело. Почему-то все эти слова сквозь уши пропускают и не обращают на это внимания. Мне кажется, надо и в этом направлении компетентным органам... Ну вот ведь какая история. Дело Парка Победы, оно ведь разбирается вот в суде только там, да, последние несколько месяцев оно разбиралось. А до этого сколько раз были проверки, в том числе и прокуратуры были проверки, да, по разным там фактам. И были же решения суда. И были решения суда. Совершенно верно. Ну то есть это интерес к этому делу и к этому вопросу появился задолго до того, как в Кировскую область пришёл Илья Шульгин в город Киров. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв на полминуты и вернёмся с нашим гостем Алексеем Кузьминым. Продолжаем с нашим гостем Алексеем Кузьминым, предпринимателем, депутатом Кировской городской думы пятого созыва, анализировать, собственно, недавнюю, ну некоторую там, я не знаю, точку или запятую в процессе по Парку Победы. Ещё один важный вопрос, который я хотела, Алексей, вам задать. Эта история, она уже о деньгах, да. 165 миллионов рублей возмещения убытков городу присудил суд, собственно говоря, да. И вот в этой студии у меня неделю-две назад был юрист Ян Чеботарёв, и тогда у него этот факт вызвал вопросы. Не очень нам понятно. То есть если Ефаркину присудили возмещение ущерба в 165 миллионов, рыночная стоимость вроде бы вот того самого участка спорного, да, как было посчитано, то какова в этом случае судьба Земли? То есть если город получает деньги за изъятый от него участок, то, следовательно, город не может требовать этот участок назад. Следовательно, то, о чём люди-то говорили громко все эти годы и десятилетия, из-за чего все беспокоились, что там появится жилищная застройка? Появится жилищная застройка раз, ну и в целом там откусили кусок Парка Победы. Как так можно от Парка Победы откусить кусок, да? Получается, что не вернётся этот участок в город или вернётся? Я не знаю, какие сейчас идут переговоры между собственником земельного участка. Да, да, но мы, напомним, есть строительная компания Кировспецмонтаж, которая купила этот участок. Сейчас есть решение суда в рамках уголовного процесса. Это решение суда, когда вступит в силу, и когда начнутся вот эти все бракоразводные процессы, одним деньги, другого зарешёт, по третьим срок, то, я думаю, тут надо смотреть, какие юридические последствия для собственника земельного участка. Если КСМ будет вынужден отдать земельный участок собственность муниципалитету, тогда спрашивается, при чём здесь штраф 165 миллионов. Ну, как вы правильно, вот эту логику и цепочку построили, если город получает 165 миллионов, значит, земельный участок остаётся у того собственника, у которого он сейчас есть. У покупателя, который добросовестно его приобрёл. А что будет делать КСМ с этим земельным участком, я думаю, несложно доказаться. То есть, либо он будет его перепродавать какой-то другой компанией, которая сама будет принимать решение, что там возводить, согласно зонам и видам разрешённого использования земельного участка, либо она будет самостоятельно возводить там жилые дома, либо построить социальный объект в рамках какой-то федеральной программы. Вот это, мне кажется, даже ближе всего, ближе к истине, что там может появиться какая-то школа, детский сад, либо действительно спортивный объект. Собственно, вот эта зона, зона земельного назначения, она создана для того, чтобы возводить спортивную инфраструктуру. Возможно, будет какой-то найден консенсус, пройдут какие-то там переговоры на всех уровнях возможных, и КСМу предложат за какие-то федеральные, либо областные, либо городские деньги построить спортивный объект, спортивную инфраструктуру. Почему бы и нет? Ну, я просто могу только сказать, что, по моим оценкам, непрофессиональным совершенно, да, строительство жилья, это значительно более выгодное дело, чем строительство спортивного либо образовательного какого-то объекта, пусть даже из-за федеральной деньги. Ну, вот это такое мое мнение. Не исключена ли ситуация, или исключена она, что город, например, все-таки получает эти деньги? Если получает, кстати говоря, ведь еще и взыскивать же надо каким-то образом. Ну, какая разница? Есть решение суда. Да, хорошо. То есть он не может сказать, что, извините, у этого человека нет денег, я уж лучше возьму земелькой. Допустим, город все-таки получает эти деньги, и может ли город, ну, я так понимаю, что да, обратиться, собственно говоря, в Кировспецмонтаж с просьбой вернуть участок, да, и получить обратно свои деньги, которые Кировспецмонтаж заплатил в свое время, приобретает от участка. Я думаю, если сейчас не возникает каких-то коррупционных интересов по поводу этого земельного участка, именно сейчас, не когда-то там, а сейчас, то именно по такой цепочке и по такой схеме город должен сработать. Он должен предложить собственнику возвести там какую-то спортивную инфраструктуру, либо культурный досуговый центр, спортивный центр, ну, возможно, какой-то такой социальный объект, но связанный с социальным обслуживанием населения. То есть я думаю, что по логике вещей, если мы не говорим о каких-то сейчас интересантах, а витает информация, что до сих пор витают, ходят вокруг этого участка разного рода интересанты. Да ладно. Ну, конечно, естественно, это же гадалки не ходи, и полно такой информации, что есть люди, которые до сих пор, наблюдая со стороны эту цепочку перипетий, судебных тяжб и взаимоотношений, они смотрят на этот участок. Ну, ведь разные, видимо, схемы бывают, как-то по-разному работают. Поэтому я об этом и говорю, что цепочка, правильная цепочка, это постройка там спортивной и социальной инфраструктуры. И некое там возмещение компании, которая приобрела этот участок, там, я не знаю, недополученной прибыли, или понесенных ею затрат. Или, например, КСМу предложат какой-то другой земельный участок, какую-то другую альтернативу, где они действительно могут возвести жилой дом. То есть вы, Алексей, я правильно понимаю, не против того, чтобы на этом участке всё-таки какое-то строение появилось? Я очень хочу и радею за то, чтобы на этом, давайте в кавычки это слово возьмём, потому что все, кто защищал вот эту сделку, произносили это слово. На этом пустыре появился какой-то нужный для города и для жителей города Кирова объект. Желательно, чтобы это был либо спортивный, либо социальный инфраструктурный объект. Школа, детский сад, дом культуры, что-то в этом роде. Алексей Кузьмин, в нашей студии предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва. Следили ли вы, Алексей, за перипетиями вокруг транспортной реформы так называемой? Были ли вы на круглом столе, который проходил 3 октября, организованном общественной палатой, где обсуждали перспективы развития нашего транспорта? Помните ли вы эту историю с забракованной, скажем так, маршрутной сетью, которая предлагалась? Как вообще относитесь к тому, что не дали, не развязали руки, условно говоря, в этом направлении авторам, создателям этой схемы? Потому что мнения есть разные. С одной стороны, в нашей студии люди говорили о том, что это погубит совершенно действующую систему, убьет конкуренцию и послужит повышению цены проезда резкому. Причем, с другой стороны, другие люди говорили о том, что надо менять, что остро назрела необходимость в том, чтобы принимать какие-то решения, и все надо переформатировать и перестроить. Действительно, тема очень актуальна для нашего региона, и тем более для Кирова. Транспортная проблема, доступность общественного транспорта. И да, действительно, я присутствовал на этом круглом столе по поводу транспортного вопроса. Мне показалось интересным и важным два вопроса, которые там поднимались. Первый вопрос – это доступность транспортного сообщения в районах Кировской области. Ни для кого не секрет, если есть населенный пункт, в котором десятилетия ходит автобус, люди привыкли ездить на автобусе в районный центр, в соседние населенные пункты. И если одномоментно пропадает автобусное сообщение с этим населенным пунктом… На нем можно поставить жирный крест. На нем можно поставить жирный крест, потому что рано или поздно он либо полностью опустеет, либо совершенно не будет там ничего развиваться, никакой бизнес, никакая социалка, ничего там не будет расти и развиваться. Люди будут вынуждены приезжать в другие населенные пункты. Это известный факт, это априори будет так. Это первое. Поэтому необходимо поддерживать сообщения между населенными пунктами на территории Кировской области, между всеми населенными пунктами, потому что давайте мы проведем параллель. Вот прошла мусорная реформа. И одной из главных задач мусорной реформы было то, чтобы мусоровоз доехал до каждой деревни, до каждого жилого дома, до каждого населенного пункта. Правильно? То есть мусор производится в этом населенном пункте, мусор должен оттуда вывозиться, до туда должен доехать мусоровоз. То же самое и здесь. Транспортное сообщение – это услуга. И эта социальная услуга, она все равно муниципальная, государственная. Мне кажется, поддержу в этой связи слова Курбатова. Анатолия. Анатолия, да, активист, который последовательно занимается транспортными вопросами. Он сказал следующую фразу, я ее поддерживаю, что это все-таки не бизнес, это далеко не бизнес, здесь надо выполнять, это инфраструктура, здесь надо выполнять муниципальный, государственный заказ на перевозку людей. Правильно ли я вас понимаю, что вы поддерживаете мнение Анатолия, в том числе и в создании единого перевозчика, как там, я не знаю, оператора какого-то, да, вот единого перевозчика по области, то, что заговорили, там, ну, несколько месяцев назад об этом было сказано, что, возможно, такое появится. То есть это будет оператор, который, как я понимаю, будет распределять нагрузку между перевозчиками, другими, не обязательно государственными. Я считаю, что опыт укропнения вот таких транспортных, инфраструктурных компаний, он положительный, потому что частный бизнес не вытягивает ту нагрузку и тот объем пассажиропотока, который есть в районах. Если мы город Киров еще можем рассматривать как компактное сосредоточение населения, где из точки А в точке Б все равно кто-то да поедет, то есть автобус в конце концов будет на сколько-то процентов заполнен. То если мы берем районы Кировской области, а у нас протяженность территории Кировской области очень большая, расстояние между населенными пунктами бывает очень большое, то заполненность автобуса людьми, пассажирами, она бывает очень крайне низко. Особенно если это едет в какую-то отдельную отдаленную деревню уже там, да, пусть даже по пути проезжая еще сколько-то. Несколько десятков человек, из них только двое человек сегодня съездили в районный центр, и ради них едет этот автобус. Поэтому частный бизнес в такую цепочку, в такую схему не войдет. Это не рентабельно, это не бизнес. Да, Алексей, но частники как-то ездят. Вот смотрите, большая же проблема была, и она тоже в нашей студии обсуждалась неоднократно. Это история с нелегальными перевозчиками. Это частники, они все-таки едут. А вы знаете, почему они едут? Потому что они не платят налогов, у них нет страховки, у них нет дополнительных нагрузок, у них нет социальных обязательств и так далее, и так далее. Именно поэтому им это выгодно. Как только они войдут в рамки правового поля, как только они будут выполнять вот эти, скажем так, заявки официально, как только они начнут платить налоги, этот бизнес станет нерентабельным, и первым делом они сменят маршрутную сеть. Они перестанут возить в отдаленные населенные пункты, они будут ездить между крупным городом, например, Кирово-Чепецк и Киров, ну это я условно сказал, там, где пассажиропоток всегда будет. Именно об этом я и говорю, что давайте мы приведем параллели между мусорной реформой и транспортной реформой. Здесь мы создаем услугу, когда мусоровоз должен доехать до каждой деревни. Я уверен, что именно по такому же пути надо идти в транспортной реформе. В каждую деревню должен приехать автобус. То есть это реально? Это надо делать. А не кажется ли вам... Несмотря на все потенциальные затраты, областные, муниципальные, и предложение о том, что создать некого единого оператора, который будет контролировать эту маршрутную цепочку, он будет составлять маршрутные листы, маршрутные сети, он будет аккумулировать у себя управленческий персонал, бухгалтерия, юристы, административный персонал, управленческий персонал. Это же все может привести рано или поздно к эффективности их хотя бы, чтобы это предприятие работало в ноль. Вот главная задача, как мне кажется... Может привести, Алексей, а может и не привести. При такой ситуации, которая сложилась сейчас, главная задача, чтобы создался этот единый оператор, и чтобы этот оператор и все перевозчики, в смысле этот оператор, работал в ноль. Вот это главная задача. У меня есть еще пара вопросов по теме транспорта, и я задам их Алексею Кузьмину после небольшой рекламы. Особое мнение на 101FM Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва в нашей студии. Мы еще немножко поговорим о транспортной реформе, и я хотел, Алексей, задать вам вот какой вопрос. Люди, которые спорят, скажем так, с тем утверждением, что появление единого перевозчика как оператора – это благо, в качестве аргумента приводит следующее. Все-таки единая какая-то голова, условно, одна контора – это опасение того, что будет отсутствовать конкуренция. Отсутствие конкуренции, как мы знаем, порождает чаще всего не очень хорошие вещи для потребителей товара. Либо это снижение качества, либо это повышение стоимости. То есть люди говорят о том, что может быть вырастет тариф. Насколько это вероятно? Я не знаю, насколько это вероятно. То есть это надо обсуждать с представителями РСТ, которые непосредственно утверждают и согласовывают эти все тарифы. Нет, 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 тут вот не конкретно там завтра или в следующем году, а в целом на будущее, да. То есть есть одна голова, есть одна организация, которая там всем занимается, нет у нее конкурентов, нет тех, кто может предоставить эту услугу по более низкой цене, а следовательно, что захотят, то и поставят. Любую цифру нарисуют. Ну, тоже верно, тоже можно сослаться на этот аргумент, потому что, давайте возьмем пример нашего монополиста, Гордор Мострой, который у нас асфальт укладывает в городе Кирове. Монополист, монополист. Привлекают субпотрядчики одни и те же организации, эти субпотрядчики готовы падать в своих контрактах между собой, Гордор Мострой, на 20-30%, готовы? Почему эти субпотрядчики не могут напрямую выйти на заказчика, на муниципалитет и не предложить цену на 20-30% дешевле? Странный вопрос, странный вопрос. Ну, может возникнуть подобная ситуация? Но ведь давайте сейчас посмотрим. Сейчас точно такая же ситуация в автотранспортном предприятии. Это наш крупнейший перевозчик. Это КПАТ мы имеем в виду? Нет, нет, нет. Нет? АТП? АТП. Это кировские перевозчики, которые обслуживают кировские автобусы и троллейбусы. Там точно такая же ситуация. Несколько одних и тех же подрядчиков, которые, ну, как мне рассказывали, как мне рассказывали, я не обладаю какой-либо там серьезной информацией, но мне рассказывали, что за официальный и неофициальный откат они нанимаются в субподряды этому АТП. Вот такая была картина. Как сейчас картина складывается, я не знаю. То есть мы утверждать ничего не можем, но слухи в городе ходят. У нас такая специфика вообще всего российского или кировского бизнеса. То есть в этой ситуации мы можем создавать эффективную, идеальную модель, когда есть головное предприятие, головной мозг, он создает условия, он выступает в качестве заказчика. Есть там субподрядчики, которые честно между собой конкурируются, конкурируют, которые предлагают лучшие условия. И на основе этих предложений головное предприятие делает там серьезные аргументы и серьезную цену. Но мы же живем в наших реалиях. Это головное предприятие может завысить цену, как вы сейчас правильно цепочку-то проследили. Это предприятие может завысить цену, у супподрядчиков занизить цену, разницу оставить себе, а потом на расходы, на всякие приближенные ОООшки и ИПшки вывести эти полученные прибыли. Мы же живем в современном мире. Никто от этого не застрахован. Гарантий нет никаких. Гарантий нет никаких. Но я считаю, что все-таки некий мозговой центр, единый мозговой центр нужен. Потому что то, что происходит сейчас, оно рано или поздно лопнет. И перевозчики перестанут, частные перевозчики перестанут возить людей в отдаленные населенные пункты и бросят невыгодный кировский маршрут. Еще один вопрос, который поднимался на круглом столе по транспорту, да, это вопрос перспектив аэропорта Победилова. Поднятие этого вопроса совпало с недавним решением законодательного собрания выделить аэропорту еще 30 миллионов. Всего Победилова получит 90 за последний год. И вокруг этой истории тоже разные совершенно мнения. То есть кто-то говорит, что надо выдавать деньги аэропорту и надо поддерживать это предприятие, что аэропорт, ворота города и возможность привлечения инвестиций. А кто-то говорит, нужен этот ваш аэропорт. Ограниченные кучки людей, которые летают там куда-то, да, да еще кому-то. Зачем им это давать? Ну и есть более ранее высказанные мнения, да, бывшим министром транспорта Михаилом Поршневым о том, что аэропорт это вот, ну, фактически такая черная дыра. И никогда прибыльным не будет. И все равно это нагрузка такая, ну, социальная нагрузка, с которой бюджет должен смириться раз. И есть мнение некоторых наших экспертов, которые говорили о том, а почему бы не попробовать привлечь частного инвестора. Да, может быть, не передавать ему полностью этот объект, если это там не разрешено законом или опасно. Вот. Но как-то привлечь и пусть бизнес управляет, потому что бизнес эффективнее. Ну, насчет привлечения частного игрока в аэропорт. Вы сомневаетесь? Я достаточно сомневаюсь, скептически к этому отношусь. Ну, во-первых, будет поднят главный аргумент, что это стратегический объект, и передавать стратегический объект, транспортный, инфраструктурный объект в пользование каким-то частникам. Каким-то там частникам. Каким-то там частникам, неважно каким. Мне кажется, это будет один из главных аргументов против этой идеи. Значит, это первое. Второе. Безусловно, можно согласиться со словами Поршнева о том, что авиасообщение, как и автобусное сообщение, это все-таки не только бизнес, это и социальная нагрузка на бюджеты всех уровней. В данном случае там на бюджет областной. Это ворота в наш регион, ворота в наш город, действительно, с появлением регулярного авиасообщения, постоянного, частого авиасообщения. Количество бизнес-контактов увеличилось. Это правда. Да, это правда. То есть это не разговоры просто? Гостиницы наши заполняются. Ведь не на машинах люди приезжают, и далеко не всегда на поезде люди приезжают, бизнесмены на какие-то встречи, на переговоры. Люди прилетают на самолеты, заселяются в гостиницы, тратят свои деньги, ходят в рестораны, проводят несколько дней в приговорах. Немного оживляют наш малый бизнес. Значит, это первое. Второе. Совершенно не соглашусь с мнением, что полеты самолета – это проблемы нескольких там каких-то привилегированных десятков людей. На самом деле это 170 тысяч билетов в год. Это достаточно большая цифра для того, чтобы говорить о том, что аэропорт Победилово, все авиаперевозки во все направления жизненно важны нашему городу, нашему региону. Нужен ли нашему региону таможенный пост в аэропорту Победилово? Или это слишком большие затраты и можно потерпеть? Я думаю, что на сегодняшний день это не совсем оправданно актуально, потому что с развитием всех информационных технологий, с серьезным развитием конкуренции, когда вокруг нашего региона строятся серьезные авиахабы – Кальцово, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Москва. Но это не совсем вокруг, конечно. В нашем понимании километров это вокруг. Мы не в Сибири живем, это у них, собственно. Екатеринбург – это соседний фактически додвор. За Уралом. В связи с развитием этой инфраструктуры и с развитием информационных технологий люди ищут цены и условия, время вылета под себя подстраивают. И очень тяжело будет создать на базе нашего Победилова, на той инфраструктуре, которая есть сейчас, некий международный терминал, запустить регулярное сообщение с какими-то, пускай и самыми популярными курортными направлениями. Ну, Турция, Турция, что-то там... Турция, она большая. Ну, неужели мы запустим в 10, в 12 городов Турции авиасообщение из Кирова? Можно в Даламан запустить авиасообщение. Прекрасный, совершенно маленький аэропорт. Для нашего города это нереально. На сегодняшний день это нереально, потому что не будет той сатруски. Надо идти к этой перспективе, Алексей, или нет? Я думаю, что не надо. Лучше развивать внутреннее сообщение, увеличивать маршрутную сеть, увеличивать количество вылетов, увеличивать города вылетов. Чтобы из Кирова были рейсы быстрее в Казань, Москву, чтобы это было недорого. Самое важное, чтобы это было недорого. Люди сейчас уже нисколько там за временем следят авиаперелетов, сколько за ценой билета. И появление Победы не случайно вызвало такой ажиотажный спрос, но каждый день самолет летает полно. Не потому что она быстро летает там или еще что-то, потому что цена билета. Цена билета. Еще одна важная тема, которую успеем, наверное, немножечко обсудить, это тема, связанная с нашими детьми, это не связано с инфраструктурой и транспортом. Уполномоченные по правам ребенка. Владимир Шабардин, если мне не изменяет память, где-то в эти выходные в своем фейсбуке разместил пост. Ну, собственно, это его личные впечатления, да. Его личная история, которая произошла улица Менделеева, супермаркет, рядом кафе, рядом еще что-то. Огромный поток людей, стоит кучка детей, ну, судя по возрасту, там, 10-15 лет, можно сказать, что это дети, да, кто-то подростки. Да, и вот, собственно, прикладываются к пакетам полиэтиленовым, в которых что-то темное есть. На вопрос, там, Владимир Шабардина ответили за торможенно, вызвали скорую. Один, значит, я так понимаю, что надышался непонятно чем, гадостью какой-то. Вот. Вопрос у Владимира Шабардина был следующий. Мимо идет огромное количество взрослых, стоят дети, явно видно, что они делают что-то не то. Почему никто не реагирует? Это вот история с токсикоманией, это какой-то там, я не знаю, какой-то новый тренд? Или это никогда не прекращалось в нашем городе? Мне кажется, там, вопросы подростковой токсикомании, табакокурения, употребления наркотиков и алкогольной продукции, они не новые, тем более для нашего города у нас постоянно с этим проблемы. Ну, что я не слышала раньше, что возле магазинов стояли. Потому что у нас все доступности этих всех вещей, у нас магазины 24 часа практически в каждом квартале находятся, их невозможно закрыть. Вот, что они продают несовершеннолетним. Слушайте, они продают всем абсолютно в любое время дня и ночи, время года, при любом возрасте, никаких паспортов там никто не просит. Из-под прилавка достается любая алкогольная продукция, любой табак, все что угодно, обходя все запреты. Все участковые, абсолютно полицейские, все знают об этой проблеме, знают эти точки, у них отмечены на карте в их отделах полиции. Они знают, что вокруг этих магазинов совершаются ежедневные преступления, потому что люди в свободном продаже в любое время дня и ночи это все имеют. И неважно, подросток ты, либо взрослый. Неужели вы думаете, что продавщица вот в таком обезьянном магазине, где за решеткой она сидит, я почему так назвал, они же сидят в клетках там за решеткой, они же не чипсы продают и не печенье с кефиром, они продают алкогольную продукцию, неужели она будет останавливаться перед 15-летним подростком, который зайдет за бутылкой водки или за сигаретой. Я думаю, она не будет останавливаться, она с удовольствием ему продаст и скажет, приходи ко мне еще раз. Поэтому проблема, во-первых, это во все доступности, у нас колоссальная проблема с магазинами 24 часа, никто не может их победить, никто. Либо у них какое-то национальное их лобби, потому что в этой ситуации, все мы прекрасно понимаем, владельцев этих заведений, какое-то невыносимое лобби, никто не может это лобби сломать. Либо с этой проблемой нужно что-то сделать, потому что, имеется в виду, законодательно, потому что сколько не накрывали эти точки, сколько не изымали продукцию, они по-прежнему это все продают. То же самое и с этими ребятами, которые в свободном доступе. Нет, тут вопрос в другом. Вопрос в том, что мимо идут взрослые люди, видят это и никто не пресекает. А вот это уже другая проблема. И об этом мы, Алексей, я думаю, что в отдельном эфире уже поговорим, потому что, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Благодарю Алексея Кузьмина, предпринимателя, депутата Кировской городской думы 5-го созыва. Программа «Особое мнение» на этом завершается. До свидания. «Особое мнение» на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова